ЗАХВАТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА Захват общего имущества. Они поставили незаконно. Мы, Гар, такое разрешение не даем. Мужчина создал массу сложностей себе и соседям. Цветочный грабеж. Выкапывают и выдергивают цветы из цветников, вазонов и кашпо. Как горожане портят ландшафтный дизайн города. Большой ремонт. Я как раз здесь недалеко живу, и не раз уже прокалывались вершины. И мне нравится то, что вот начали делать это все. В Нижнекамске благоустраивают дворы и дороги. Сотни спасенных жизней. Четыре месяца закрытый дом, я ползал, попробовал, не могу ходить. Организации «Бумеранг» нужна помощь специалистов. Притяжение музыки. Достигает, мне кажется, высот тот, кто не откатывается назад. А если оставаться на месте, то с велосипеда неизбежно упадешь. Галоконцерт международного фестиваля прошел при полном аншлаге. В прямом эфире Нижнекамские новости. В студии Вера Вирца. Здравствуйте. Начнем выпуск с сообщения, которое поступило только что. Администрация города совместно с волонтерами начали отлов стаи бродячих собак, которая разодрала кошку на Гайнулина 10. Специалисты работают уже несколько часов. Две собаки уже пойманы. Как можно видеть на фотографиях, животных поместили в специальные клетки. Чуть позже их доставили в частный приют. За работой специалистов наблюдал заместитель мэра Нижнекамска Тимур Гореев. Нам удалось связаться с ним по телефону. Администрация города Нижнекамска совместно с зооволонтерским сообществом города в начале мая была организована работа по отлову бродячих животных, особенно представляющих агрессию, с мест факта укусов жителей, а также с мест обращения о концентрации этих животных. Все животные, которые в настоящее время отловлены и будут отловлены, они будут содержаться в частных приютах под опекой волонтеров. Жительница Нижнекамска создала петицию с просьбой решить проблему агрессивных бездомных собак в городе. Сподвигла ее на это участившийся случай нападения собак на кошек и домашних питомцев. Очень страшно за жизнь и психологическое здоровье детей, пишет жительница города. Петицию уже поддержало более 500 человек. Счастье водителей, в Нижнекамске стартовал ремонт магистральных дорог. В планах обновить три участка общей сложностью 5 километров. Радуются не только автолюбители. 67 дворов благоустроят в Нижнекамске в этом году по программе «Наш двор». Сменят дорожное полотно, установят новое освещение, обустроят детские площадки. Подробнее в материале Алмаза Кашаева. Касаемо ремонта дорог во дворах. Только по программе «Наш двор» в этом году в Нижнекамске отремонтируют и благоустроят 67 дворов. То есть не просто положат асфальт, но в том числе установят освещение, детские площадки. И это очень важная долгожданная информация, потому что люди много жаловались. И нам приходилось очень много отрабатывать заявок, выезжать во дворы, в том числе на Мира-28, где мы сейчас находимся. Здесь рабочие прокладывают второй слой асфальтового покрытия. Бугры, ямы. Раздолблено все было. Буквально так, тремя словами местные жители описывают былое состояние двора. Раньше не хватало парковочных мест. Этот вопрос должна решить большая асфальтированная площадка у дома. К сожалению, работе дорожников иногда мешают сами местные жители. Вот, например, этот автомобиль стоит здесь с самого утра, мешает проезду специальной техники. Как видно, асфальт проложили немного в обход. Специалисты настоятельно рекомендуют жителей не ставить свои автомобили в зоне проведения ремонтных работ. Долгожданным был ремонт внутриквартальной дороги от остановки Городской парк до Вахитова. Здесь только начали снимать верхний слой старого асфальта, и уже это порадовало водителей. Дальше там участок тоже опаснее есть, где большие ямы. Тут тоже вот проезжал, вот особенно в начале большие ямы были. Сейчас, я думаю, лучше будет. Я как раз здесь недалеко живу, и не раз уже прокалывались все вершины, и мне нравится то, что вот начали делать это все. В Нижнекамске по программе безопасные и качественные автомобильные дороги будет отремонтировано 5 километров магистральных дорог. На это выделят почти 400 миллионов рублей. На благоустройство дворов потратят еще 700 миллионов. Одновременно с этим новый асфальт положат по программе ремонта внутриквартальных дорог, информация по которой сейчас уточняется. Алмазка, шеф Ахри Исламов, новости НТР. Сотни спасенных жизней благодаря огромному труду волонтеров. Некоммерческая организация «Бумеранг», помогающая зависимым и людям с положительным ВИЧ-статусом, работает в нашем городе уже третий год. Сегодня они сами нуждаются в помощи различных специалистов для решения проблем их подопечных. Этот мужчина с 18 лет употреблял разные наркотики. Недавно вернулся из мест заключения. У него сломан позвоночник и есть травмы ног. Когда и где получил, нижнекамец не помнит. Я в таком дне был, я уже 4 месяца закрытый дома. Я ползал по полу, не могу ходить. Позвоночник сломан, весь переломался. Устал употреблять уже. Хочу отойти от этой жизни уже. Александр – руководитель некоммерческой организации «Бумеранг». Помогает бывшим зависимым и людям с положительным ВИЧ-статусом. Мужчина рассказал, его подопечному недавно провели операцию на ногах. Он может ходить. Но надо лечить позвоночник. Только связываться с бывшим наркоманом мало кто хочет. Сейчас вот все его болячки вылезли. То есть перелом ног, перелом позвоночника, оказывается, у него было 3 года назад. И он ходит до сих пор. Нам нужна помощь в плане помочь ему оформить, как это называется, инвалидность, если возможность. Нужно оформить документы, чтобы оплачивать коммунальные услуги. Сегодня на учете в организации состоят десятки человек. Им помогают попасть к врачам, оказывают финансовую поддержку, оплачивают коммуналку, привозят продукты и вещи. Порой нужна помощь юристов, специалистов ЖКХ, соцзащиты или пенсионного фонда. Для этого нужны средства. Часто у таких людей нет родных или иной опоры. Буду рад, что кто захочет помочь, оплатить наши потребности. Вот юридические услуги, я не знаю, как... Если будут желающие, хотелось бы все-таки на социальной основе это сделать. То есть как помощь людям непосредственно. Готовы заключить соглашение о сотрудничестве. Вся помощь подопечным организации «Бумеранг» оказывается анонимна. Бывает, что те, кто смог побороть зависимость, теперь сами помогают таким же отчаявшимся. Некоммерческая организация «Бумеранг» была зарегистрирована в 2019 году. За это время волонтеры помогли встать на ноги и обрести нормальную жизнь сотням подопечным. Если вы тоже чувствуете, что готовы помочь тем, кто оступился, позвоните по телефону, указанному на экране. Светлана Шумкова, Евгений Лызаев, Новости НТР. 20 плиток шоколада и один плюшевый медведь. Именно на это позарился молодой нижнекамец, из-за чего и оказался на скамье подсудимых. В середине февраля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он зашел в продуктовый магазин. Внимание мужчины привлек шоколад. Взяв со стеллажа упаковку сладостей, в которой было 20 плиток, он спрятал ее под куртку. Пройдя мимо кассы, воришка направился к выходу, но его заметил сотрудник магазина. На требование остановиться, любитель сладкого скрылся с места. Магазину он причинил ущерб на сумму 1200 рублей. На этом похождения воришки не закончились. В конце февраля он все так же, будучи нетрезвым, зашел в магазин цветов и открыто похитился стеллажа плюшевого медведя. После чего убежал. В этом случае сумма ущерба составила 2400 рублей. Суд назначил наказание нижнекамцу два года условно. Если у вас есть новость, важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 40 0770. Напишите нам через сайт ntrdefis24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. Захватил общедомовое имущество. Сосед с 8 этажа на Чешмале 10 решил увеличить свои владения и перекрыл металлической стеной пол лестничной клетки. Создав неудобства не только себе, но и другим жильцам. Вера Муратова продолжит. Вот в такое пространство ничего не лезет. Вот половина у него уже начинается с половины. Это ограждено. Это же лифтная площадка, которая должна быть свободной. Фаннист Нургатин ведет войну с соседом почти полгода. Но стена как стояла, так и стоит. Жилец решил захватить лишние три квадратных метра перед своей квартирой и использовать подкладовку. Но забыл, что пространство на лестничной клетке имущество общедомовое. Пожарный сейчас сходил. Пожарный сейчас тоже сходил. Они говорят, вот эта лестничная площадка наша, а лифтная площадка, мы за это не отвечаем. Да, это ограждение неправильное. А жилищные компании тоже дают такой ответ. Они поставили незаконно. Мы, говорят, такое разрешение не даем. По проекту дома лестничная клетка должна выглядеть так. Здесь достаточно места для маневра при погрузке габаритных предметов. Этажом выше соседи не стали захватывать территорию. Сосед же Фанниса покусился на чужое и тем самым создал неудобства другим собственникам. Особенно тяжело приходится мамам с колясками. Выходя с лифта, они сразу же упираются в стену. Жилищные инспекции расценили действия жильца незаконными. Площадка общая и отчуждению это имущество не подлежит. Разрешение на такие переделки никто не выдает. Захватчику будет выдано предписание на демонтаж стены. Убрать он ее должен будет в течение двух месяцев. Если собственник проигнорирует, то инспекция сразу же направит материалы дела в суд. Вера Муратова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. В Нижнекамске приступили к обустройству городских клумб. Но помимо хорошей новости есть и неприятная. Как только специалисты завершили работу над ландшафтным дизайном, на улице Мурадьяна вдруг случился неприятный инцидент. Более подробно в сюжете далее. Приятно, конечно, для города красоту делать. Вот только труд этот не из легких. За посадкой такой клумбы стоят усилия десятков специалистов. Цветоводов, дизайнеров, агрономов. Большинство из них – женщины. Людмила Данильченко – один из самых опытных сотрудников. Говорит, нюансов при посадке цветов немало. Сначала надо землю хорошо приготовить, мотоблоком пройти, граблями проходят. Потом мы размеряем площадь, сколько цветов должно быть. А потом сажаем, после этого поливаем. И потом, несколько дней, мы поливаем просто, как сказать, самотеком. И ночной полив у нас еще есть. На этом участке проспекта Химиков специалисты сажают агератумы и бегонии. И все строго по проекту. Высадка цветов требует соблюдения строгих правил. За их выполнением специалисты очень внимательно следят. Так, например, на одном квадратном метре должно быть ровно 50 растений. Растения очень устойчивы к городской среде. Выхлопные газы на них практически не влияют. И цветы наверняка будут радовать гаражам все лето. Если, конечно, их не украдут. А такой неприятный инцидент уже произошел. На улице Мурадьяна выкапывают и выдергивают цветы из цветников, вазонов и кашпо. У нас в одно кашпо входит 7 штук. И получается, сейчас на данном метре остается там штучки 2-3. Даже меньше. Даже бывает одна. Поиском злоумышленников сейчас занимаются сотрудники полиции. Рано или поздно они все равно попадутся. Административные наказания еще никто не отменял. Кстати, сумма штрафа в разы превышает стоимость этих цветов в магазине. Александр Халин, Фахри Исламов, Новости НТР. 24 ребенка потерялись с начала этого года в Нижнекамске. К счастью, всех их нашли. Но бывают и случаи, когда детей обнаружить не удается. Тех, кто так и не вернулся домой, сегодня вспоминают по всему миру. В честь дня пропавших детей в парке «Семья» волонтеры устроили акцию. Прохожим раздавали ленточки, шарики и памятки. Пропавшие без вести дети – это боль не только родителей. На такие трагедии откликаются тысячи добровольцев. В Нижнекамске пропавших ищет поисково-спасательный отряд «След». К слову, он был создан в память потерявшейся в набережных челнах Василисы Голицыной. Дети, естественно, это самое дорогое, что у нас есть. Поэтому мы всегда реагируем на это, всегда готовы помочь в любое время суток. Особенно если теряются дети, мы собираем горячий поиск тут же и пытаемся помочь. Смотрите наши новости в социальных сетях. В группе НТР ВКонтакте в 19.00 начинается прямая трансляция. Попасть на одну из наших страничек можно через QR-код, который сейчас виден на ваших экранах. Еще больше новостей на сайте ntrdefiz24.ru. Там же можно смотреть наш канал круглосуточно. Поступок, на который способен не каждый взрослый. Ученица 36-й школы выиграла крупный грант. Однако деньги она решила потратить не на себя, а отдать тяжело больным детям. Она сильная, добрая, у нее очень большое сердце. This is my grand mother. She is the strongest person for me and our entire family. Екатерина рассказывает о своей бабушке Любови Беловой. Именно о ней ученица 36-й школы решила написать небольшой рассказ на английском и принять участие в международном конкурсе. Нужно было записать видео про человека, который является для тебя примером для подражания. И я, не раздумывая, выбрала свою бабушку. Видеоработа Кати набрала около 2000 лайков и была признана лучшей. За победу на конкурсе получила грант в размере 1000 долларов, а это почти 75 тысяч рублей. Деньги школьница решила отдать тем, кто в них нуждается. Я решила пожертвовать в фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями под названием «Сила единства». Этот фонд находится в нашем городе. Катя любит участвовать в различных конкурсах. Весь класс ее поддерживает, и мы все восхищены ее добротой. Сейчас Екатерина готовится к экзаменам, заканчивает школу экстерном. Девушка мечтает получить высшее образование за границей, и у нее есть все шансы. Она в совершенстве знает английский и китайский, теперь еще учит и итальянский. Регина Болтикова, Фахри Исламов, Новости НТР. Бетховен, Бах, Шуберт, Шопен в исполнении музыкантов с мировым именем. В музыкальном колледже состоялся галоконцерт международного фестиваля Екатерины Мечетиной «Притяжение музыки». Заключительный день прошел при полном аншлаге. Фестиваль проходил в Нижнекамске в течение трех дней. Концертами не ограничились. Екатерина Мечетина провела для начинающих пианистов мастер-классы. Каждый мог усовершенствовать свою игру на инструменте. На сцене струнный ансамбль «Нобелес». Сегодня с ними будут солировать музыканты, которые завоевали мировую известность. Одна из них – пианистка Екатерина Мечетина. Для нижнекамского зрителя она играет впервые. Екатерина Мечетина играть началась с четырех лет. С детства вдохновлялась произведениями Шопена. Считает, для того, чтобы добиться успеха, недостаточно иметь большой талант. Надо еще усердно работать и чувствовать поддержку близких. «Непростая профессия. И нужно все время быть на острие, так скажем, готовности, формы. В форме важно быть все время. Мы же не выучились один раз и навсегда. Мы должны каждый день поддерживать эту форму. А еще лучше, если мы будем ее совершенствовать. И на самом деле достигает, мне кажется, высот тот, кто не откатывается назад. А если оставаться на месте, то с велосипеда неизбежно упадешь». Галоконцерт был приурочен к 55-летию Нижнекамска. Подобный проект в городе проходит впервые. Организаторы очень довольны, что получили отклик зрителей. «Говорит о том, что эта музыка востребована. И, следовательно, такие фестивали надо и дальше делать. Как я и предполагал, развивать это направление, классическое направление, джазовое направление музыки за счет создания организации именно больших международных фестивалей». Концерт прошел при полном аншлаге. Любители классической музыки с восхищением слушали живое исполнение знаменитых произведений и были щедры на аплодисменты. Вера Муратова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. От строительства до прикладной информатики. Сегодня 55 лет исполнилось Нижнекамскому политехническому колледжу. Учебное заведение по праву считается одним из лучших в нашем городе. Тысячи талантливых выпускников, некоторые и сейчас работают на благо города, республики и целой страны. Сегодня многие из них встретились в Доме народного творчества. Там прошел большой праздничный концерт. Аплодисменты не смолкают ни на секунду. Благодарственные письма из рук мэра Нижнекамска получают ветераны политехнического колледжа. В числе награжденных и одна из первых директоров Алла Кузнецова. Открывали учебный корпус в сложнейших условиях, вспоминает женщина. Мы не успевали ввести этот учебный корпус 1 сентября, как планировалось. Я объявила всем родителям по всему городу Нижнекамске, что все, кто желает к нам поступать, учиться на дневное отделение, и этих желающих, и их родителей, чтобы все пришли нам помогать. Многие помогли. И как оказалось, все это было не зря. А вот уже 55 лет политехнический колледж город несет звание одного из лучших в республике. Тысячи выпускников. Есть даже целые династии. Изюминка, что самые замечательные преподаватели, с которыми очень приятно было сейчас увидеться, и которые спустя... в 99-м году я закончила этот колледж, они до сих пор помнят меня, и я их помню. Это самое главное, самое дорогое, что есть. Пошел по маминым стопам, горжусь, что я там учусь. Славная история учебного заведения сейчас хранится на этих фотографиях. Отдельное внимание выставке уделил Айдар Медшин. Действительно наша история, причем и современная история. Поэтому это очень и знакомые лица, и наши ветераны, и сегодняшнее поколение. Все это взаимосвязано, все это наша история, безусловно, интересная. Сейчас политехнический колледж – одно из самых современных учебных заведений. В прошлом году там прошел капитальный ремонт. Для студентов созданы самые лучшие условия. Ребят готовят по семи специальностям. Так же, как и 55 лет назад, знания им дают молодые и талантливые педагоги. Замечательный. У нас большой коллектив, в котором много молодых сотрудников, и мне очень приятно с ними работать. Так же у нас есть и взрослый коллектив. И я очень рад нести это знамя нашего колледжа. И это не просто слова для всех собравшихся. Политехнический колледж – это не просто место работы, это второй дом. А ученики и педагоги – как члены одной большой семьи. Александра Халена, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Трансферные новости. Очередная потеря в футбольном клубе «Нефтехимик». Вне конкуренции нижнекамские легкоатлеты отлично выступили на турнире памяти Виктора Сазонова. Очередной вызов стал известен следующий соперник кикбоксера Ильи Соколова. Подробнее об этом смотрите сразу после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Каждую среду 10% на колбасы, бакалею, кондитерские изделия. В рыбный день в четверг скидка 10% на рыбную продукцию. По воскресеньям скидка 10% на мясо. Поспешите в Эко-Агропарк за свежей фермерской продукцией. Ахтубинская 4М. Кафе «Дворик». Мы открылись. Гагарина 21. Городская баня. Ждем вас с 10 до полуночи. Принимаем заказы на банкеты. Все спешат в Мегахэнд на новый завоз. Совсем скоро их ждет большая награда. Одежда европейских брендов по мегавыгодным ценам в Мегахэнде. Юности 16А. Рецепассаж. На трикотажное производство требуются операторы визуального оборудования. Можно без опыта обучения на месте. График работы 2 через 2. Зартпата сдельно-премиальная. 35-40 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ. Телефон 8-917-918-97-99. Прием черного и цветного металла. Дорого. За наличный и безналичный расчет. Телефон 8-917-875-64-43. Приумножьте свои личные сбережения с КПКГ «Гозайм». Ставка 10% годовых. Также выдаем займы с использованием средств материнского капитала. Нижнекамск. Улица Юности. Дом 1. Современные модели слуховых аппаратов в радуге звуков. Миниатюрные и комфортные. Рассрочка без переплат. Телефон в Нижнекамске. 32-33-53. Капитан покинул команду. Футбольный клуб «Нефтехимик» не стал продлевать контракт с Михаилом Канаевым. Полузащитник в стане черно-зеленых провел 4 сезона. Игрок сыграл за наш клуб 91 матч и забил 5 мячей. Впервые в футболке Нижнекамского клуба Михаил вышел 15 июля 2017 года в розыгрыше Кубка России против Челнинского КамАЗа. Во многом благодаря его лидерским качествам «Нефтехимик» в сезоне 2017-18 смог пробиться в Футбольную национальную лигу. Как пишут на официальном сайте нашей команды, Михаил с золотыми буквами вписал свою фамилию в историю Нижнекамского футбола. Футбольный клуб «Нефтехимик» благодарит Михаила за эти великолепные 4 года в Нижнекамске и желает успехов в дальнейшей карьере. 250 человек стали участниками 25-х республиканских соревнований по легкоатлетике, посвященных памяти тренера Виктора Сазонова. Турнир прошел на стадионе спорткомплекса «Дружба». На беговых дорожках состязались спортсмены в возрасте от 14 до 16 лет. Соревнования посетили спортсмены из пяти городов Татарстана. Наш город представляли воспитанники спортклубов «Нефтехимик» и «Шинник». В программе традиционно было пять видов. Барьерный спринт, бег на 100, 400 и 800 метров, прыжки в длину. Воспитанники спортклуба «Нефтехимик» завоевали 25 наград, в том числе 9 золотых. У представителей спортивной школы «Шинник» 9 медалей. Из них три высшие пробы. Все они на счету Яны Угольниковой. Нижнекамский кикбоксер Илья Соколов станет участником фестиваля боевых единоборств. Турнир пройдет 5 июня в Бугульме. Поединок нашего бойца против Игоря Пестерова станет главным боем вечера. Представитель Ижевска соперник очень непростой. Сейчас он находится на девятой строчке мирового рейтинга WKF. Также является вице-чемпионом мира WKF. В свою очередь Илья Соколов – двукратный победитель Кубка мира. Сейчас у спортсменов самый жаркий период подготовки. Будем надеяться, что оба смогут подойти к очной встрече в оптимальных кондициях и покажут зрелищный бой. Также участие в турнире примет обладатель черного пояса по каратэ Кио Косинка и нижнекамец Раэль Муртазин. И это все новости на сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Свету 26 мая в Нижнекамске и Синомске прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха составит днем плюс 20 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В четверг в Синомске обещают ясную погоду. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.